Приветствую всех, с вами Никита Петров и сегодня на очереди достаточно нестандартное видео, тем не менее попрошу всех вас уделить ему немного своего внимания. Дело в том, что как вы можете видеть на своих экранах, совсем скоро с 5 по 17 июня, то есть буквально через неделю, пройдет турнир, который называется Новый Чес и который по полному праву может именоваться одним из сильнейших турниров в истории шахмат. Он пройдет в городе Эсталангер, очевидно в Норвегии, и соберет невероятно представительный звездный состав. Собственно имена всех участников этого турнира вы сейчас можете видеть на своих экранах, тем не менее мы пройдемся по этим именам поподробнее. Ну и конечно, то что этот турнир собрал такой мощный состав является не единственной причиной, по которой я записываю данное видео, но обо всем по порядку. Так, Лагнус Карлсон первый номер, скажем так, стартового листа этого турнира, чемпион мира, первый номер рейтинг листа, то есть казалось бы все возможные достижения, трофеи в шахматах у него уже есть. Тем не менее, этот турнир будет важен и для чемпиона мира в том числе, по нескольким причинам. Ну, во-первых, очевидно, что норвежец играет у себя дома, приятно порадовать, скажем так, домашнюю публику. Но это не единственная причина. Вторая причина заключается в том, что последняя турнирная победа Магнуса Карлсона адаптирована в середине прошлого года, то есть вот уже практически год Магнус не выигрывает супер-турниров, это, конечно, прецедент небывалый. То есть, да, Карлсон защитил свое звание чемпиона мира в упорнейшем поединке с Сергеем Каяхиным, но вот турнирных побед, повторюсь, нет у него достаточно давно. Поэтому, скажем так, заградываются мысли в головы не только некоторых любителей шахмат, но и некоторых экспертов, действительно ли дарвежский супергрессмейстер до сих пор является безусловным безоговорочным номером один. Собственно, человек, который может поспорить за это, скажем так, виртуальное звание, это Уэсли Со, который представляет Соединенные Штаты, номер один в Соединенных Штатах, номер два в мире. Впервые Уэсли будет играть в Новый Час. Я думаю, что притязания и надежды в этом турнире у него очень высокие. И, действительно, последние вот уже пять-шесть турниров американец играет на необычайно высоком уровне. Думаю, что вполне сможет составить конкуренцию чемпиона мира. Дальше у нас на очереди Владимир Крамник, номер три в рейтинг-листе, экс-чемпион мира, который обладал этим званием, точнее не этим званием, а званием чемпиона мира в течение восьми лет. В третий раз играет в Новый Час. И также я уверен, что на меньшее, чем победа в турнире, Владимир Борисович не согласится. Понятное дело, что к нему особенное внимание. Это один из двух участников турнира, который представляет Россию. Дальше у нас Фабиано Каруано, номер четыре в мире на данный момент. Не обманывайтесь тем, что написано на ваших экранах. Дело в том, что информация взята с официального сайта, информация датирована мартом этого года, а на марте этого года Фабиано был в рейтинг-листе номером три. Сейчас он опустился на четвертую позицию, тем не менее сохраняет рейтинг за 2.800. Прежним является одним из главных соперников Магнуса Карусона во всех турнирах, в которых оба этих шахматиста принимают участие. Уверен, что у Фабиано тоже поборются за самые высокие места. Дальше у нас Максимов Шелограф, французский гроссмейстер, номер пять в мире. Так же, как и Владимир Борисович, третий раз принимает участие в НОВХС. И наверняка у него в мыслях только победа в этом турнире. Дальше Ливон Аронян. Ливон где-то в конце 2015 года ненадолго ушел в тень, опустился в рейтинг-листе, даже в какой-то момент выпал из топ-10. Но последнее время Ливон возвращается, в частности, в недавнем супертурнире в Германии, который проходил в Карс-Рой, Ливон уверенно победил, набрав пять с половиной очков из семи возможных, в том числе, на полтора очка опередил и Фабиана Каруану, и чемпиона мира Магнуса Карлсона. То есть Ливон сейчас находится в прекрасной форме, является одним из главных претендентов на победу в супертурнире в Ставангеле. Дальше Вишман Атан Анант, не стареющий. Несмотря на то, что Вишу уже 47 лет, грунт оказывает по-прежнему, скажем так, молодецкую. И уверен, что, я практически уверен, что провала в этом турнире со стороны Вишу Антана Ананда не будет. Возможно, при удачных раскладах он даже сможет побороться за победу. Хикаро Дакамура. Опять же, в какой-то момент в прошлом году Хикаро прорвался в клуб 2.800. С тех пор его результаты несколько, скажем так, померкли, но все равно Хикаро прочно входит в топ-10 в мире. И уверен, что амбиций у него по-прежнему очень много. Сергей Ковякин. Опять-таки особенное внимание к Сергею. Второй участник этого турнира, который представляет Россию. Совсем недавний претендент на звание чемпиона мира. Но также нужно заметить, что один из всего лишь двух участников этого турнира, который по живому рейтинг-листу не входит в топ-10. Ну, а вторым таким шахматистом является Аниш Гею. Скажем так, голландский шахматист непальского происхождения, который все свое детство провел в России. Уверен, что у него достаточно много болельщиков. В частности, из массовообразного стиля, сверхнадежного стиля игры. Так или иначе, думаю, вполне можно ожидать, что Аниш сделает все, чтобы и в Норвегии не проиграть ни одной партии. Но насчет победы в турнире, конечно, другой вопрос. Ну вот, а теперь второй момент, по причине которого я записываю данное видео. Дело в том, что шахматный феникс будет максимально подробно освещать данный турнир. Все 9 туров классических шахмат, а также блиц-турнир, по результатам которого будут определены стартовые номера всех участников, будут освещаться нами в прямом эфире, от звонка до звонка, то есть по 7 часов каждый день. В основном комментаторскую работу буду проводить я, но будет несколько приглашенных гостей, и я могу гарантировать, что вы не будете разочарованы. Оставайтесь с нами, следите за новостями. С вами были Шахматный Феникс и Никита Петров.